Приветствую вас. Смотрите, Ольга. Момент в том, что слишком мало информации выдают, а вопрос достаточно серьёзный, достаточно важный вам поднимает. Не хотелось бы давать какую-то такую, знаете, ложную информацию по данному вопросу, не хотелось бы вас, к примеру, как-то пугать, не хотелось бы вас, не хотелось бы вешать какие-то вот новые проблемы, которых может быть и нет. Поэтому я бы сказал, что начать нужно с того, чтобы определить, нет ли тут исключительно физиологии. То есть вот исключительно, исключительно физиологии. Просто может быть у человека, я имею ввиду у вашего ребёнка слабый кишечник и просто вот он, ну вот так получил, да, вот такой, такой вот, ну, такая трудность. Вот. Понимаете? Мой взгляд, это не совсем адекватно и излишнее внимание к этому может, как мне кажется, ребёнку, ребёнку навредить ещё больше, потому что он, ну, он будет фиксироваться на этом, будет фиксировать своё внимание на этом. Это с большие ситуациями, хорошего, как бы из этого, ну, мало что получится, да. Вот, это первый, первый момент, первый, первый деталь на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Второй момент, то что если по здоровью все хорошо, то есть если по здоровью нет каких-то медицинских оснований для подобных проблем, которые испытывает ваш ребенок, то тогда можно говорить, конечно, исключительно на психологических проблемах. Да. Это правда. Но вопрос заключается в том, что необходимо выяснить те обстоятельства, которые влияют столь негативно на ребенка. Какие обстоятельства? Ключевой момент и связующее звено здесь как не сложно догадаться сдерживание. То есть это то, что делает ваш ребенок сдерживает. Сдерживает, накапливает. Да. Соответственно, в вашей семье вероятность всего есть какая-то трудность с проявлением искренности, с проявлением чувств, есть склонность к тому, чтобы свои чувства сдерживать, свои эмоции сдерживать, есть склонность к тому, чтобы, может быть, обижаться, вот, и так далее. Соответственно, это нужно поисследовать и корректировать. На мой взгляд, очевидно, что такую вот основную долю, основную долю, вот, ну, негатива, да. Ребенок получил, ну, во время беременности ваши, то есть вероятность всего, когда вы были временем, у вас уже были какие-то сложности, у вас уже были какие-то трудности, вот, ну, то есть вот, ну, то, что, то, что вот вы испытывали, вот, ну, некоторые проблемы, некоторые вы испытывали. Вот, и, соответственно, соответственно, это влияло на ребенка таким образом, что он вот уже, ну, он уже родился, да, у него уже были определенные проблемы. То есть это вот, к сожалению, тут, тут вот, есть такая, такая вот сложность, к сожалению, к большому, к большому, к большому, к большому, к сожалению, вот. Собственно, вот, нужно разбираться, нужно смотреть, нужно исследовать, в первую очередь, ваши взаимоотношения с близкими, с родными, с друзьями, с мужем, или отцом ребенка, то есть, ну, тут уже зависит, понятно, от ситуации, от различных моментов. Вот, и, когда, соответственно, когда, если, все это будет рассмотрено, вот, когда, если, все это будет следовательно, тогда, я думаю, что, решив проблему для себя, вы решите эту самую проблему и для своего ребенка, вот, подарив, тем самым ему возможность жить комфортно и не мучая его, скажем так, препаратами, да, не мучая его, там, всевозможными, малоприятными процедурами, вот, которые, ну, к сожалению, очень часто унижают честь и достоинство личности, вот, доставляют чувствовать себя крайне унизительно, вот, крайне стыдно, особенно, если, если, идет еще какая-то негативная реакция, ну, там, со стороны окружающих, на, 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 вот, вот, поэтому, поэтому, здесь, я думаю, совершенно очевидно, что, совершенно очевиден, точнее, такое, ну, для меня, по крайней мере, достаточно, на это очевидно, вот. А вот, значит, то, что я могу вам сказать. Сейчас, сейчас опираюсь на ту информацию, которую вы нам дали. Я надеюсь, что вам это было полезно, вот, я надеюсь, что вы используете эту информацию перед себя во благо, и во благо вашему ребенку, и будете уже что-то предпринимать. Вот. Всего вам самого доброго, и удачи!